В минувшие выходные в Екатеринбурге сотрудники Министерства общественной безопасности с коллегами из Роспотребнадзора в сопровождении прессы и на всякий случай на ряда полиции провели рейды по магазинам и торговым центрам, причем именно в Железнодрожном районе. Угадайте почему. Причем работали сразу семь групп. Вот, например, техническая 63. Я согласен на видеосъемку не давал, пожалуйста, берите. Дело в том, что мы делаем видеофиксацию для служебного пользования. Магазин домашней техники оказался не переполнен и продавец, соответственно, на расслабоне. Почему вы находитесь на рабочем месте без маски? Иногда снимаю, когда нет клиентов, когда зал пустой снимаю. Когда клиенты сходят, обязательно надеваю в таком порядке. Вот мы к вам прибыли, а вы находитесь без маски. В другом торжеще обнаруживается дерзкая торговая точка работы, которая не разрешена. И она должна быть закрыта на клюшку в соответствии с указом губернатора. Ну, раз уж работает, то, может быть, в строгом соответствии с нынешними требованиями к тем, кому можно работать. Да нет, просто оказывается в наглую и даже с претензиями. То есть журнала замера температуры по прибытию сотрудников на работу у вас нет? Есть у вас журнал влажной уборки помещения? Нет. У меня вот ведро стоит. Можете зайти в кладовку и посмотреть. Журнала? Журнала? Нет. Нет. Журнал проветривания есть у вас, где вы отмечаете, когда проводилось? Вы же прекрасно знаете, что нет. У вас в соответствии с требованиями никаких журналов нет? Тогда звоните, я ничего не буду больше отвечать. Так. Как-то вы как-то на меня агрессивно начали нападать, журналы? Нет. Я просто прошу, если эти журналы есть, чтобы вы их удивили. Если их нет, то мы проговариваем, что их нет. Я выписываю обязательства я к индивидуальному предпринимателю. И индивидуальный предприниматель прибывает ко мне на составление протокола. Вот еще целая табачная лавка возомнила себя, ни больше ни меньше, продовольственным магазином. На таком вот нехитром ассортиментном основании. Да, у нас есть масочки, у нас есть антисептики, салфеточки, свечи, спички. Подвергся проверке и торгово-развлекающий центр в пионерском поселке. В торгово-развлекательном центре «Паркхаус» мы фиксируем, что отсутствует разметка для социального дистанцирования. Здесь тоже обнаружились странные арендаторы, которые либо читать не умеют, в том числе губернаторских указов, либо просто игнорируют такие требования. Впрочем, ерепенеца тут никто не стал. Вняли и голосу разума, и голосам проверяющих. В торгово-центрах только продовольственная группа товаров. А вы не продовольственная группа товаров. Пока заведение законопослушно закрывается, у зрителя наверняка зреет вопрос. А что в торгово-развлекательных центрах? Нынче такая вольница среди арендаторов, что им распоряжение администрации нипочем? Или, может быть, сама администрация расслабилась и смотрит на все это сквозь пальцы? Очень сильно похоже, что второе. Обычно такие проверки проходят достаточно спокойно. Юридическое лицо достаточно уверенно идет на контакт. В сегодняшнем случае такого не произошло. Администрация торгового центра отказалась сопровождать нас при проведении осмотра. Некоторое количество сотрудников самого торгового центра находится на рабочих местах без масок, в том числе среди руководства торгового центра. Обеспеченность работников торгового центра масками не представляется возможным изучить, потому что администрация торгового центра на контакт не активно идет. Невозможно оценить качество дезинфекционных мероприятий, проводимых в помещениях торгового центра, в том числе в рабочих помещениях и в помещениях торговых залов, в коридорах. Нигде оценить нам не представляется возможным по причине отсутствия контакта с администрацией. Такой бойкот, конечно же, крайне глупая и очень дорогая форма страусиного реагирования на проверку. Теперь протокол о нарушениях Роспотребнадзор направит в суд, который решит, либо это будет наказано штрафом, который для юридических лиц маленькими не бывает, либо приостановкой деятельности юрлица. То есть фактически речь идет о закрытии торгового центра целиком, дней этак на 90, к примеру. Всего, кстати, за время рейда было составлено 10 протоколов, а еще 10 предпринимателей вызваны для дачи объяснений в Министерство общественной безопасности. Ну да, конечно, предприниматели в принципе адекватно воспринимают. Если они где-то нарушили, то они говорят, что все, мы больше работать не будем. Все, да, мы думали, что можно, что специально мы нарушали указ губернатора, такого, конечно, нет. Вот. Ну, в принципе, наша работа направлена не то, чтобы кого-то привлечь обязательно, наказать, но то, чтобы показать, что указ губернатора должен непосредственно исполняться. И на территории Свердловской области указ данный введен не просто так. Продолжение следует...